Ребят, как вы видите, форма у меня очень плохая. Перестал наконец-то жрать химию, поэтому, Томаев, возьми себя в руки уже, приведи себя в форму, пожалуйста. Его плохие стороны, это его лишний вес, слишком быстро вздыхает дыхалка. Если у меня отправить нокаут, это будет для меня мотивация, в конце концов, начать тренировки. Он ли задрался когда-нибудь? Да. Я обычно использую какие-нибудь вещи, биту взял. Серьезно? Я просто говорю, если я выиграю, то ничего не будет. Если я проиграю, то вам лучше меня убить, потому что все равно заяву напишу. Ты заяву напишешь? Да. Почему? Может произойти все, что угодно, поэтому... Друзья, приветствую вас всех. Вы на канале Асхаб Томаев. И сегодня я хочу провести бой с Акимбо. Будет интересно посмотреть, на что он способен. Так как у Акимбо должен быть бой противостояния с Данилом Степановым, было интересно посмотреть, на что способен Акимбо по ММА. По ходу боя посмотрю, на что он способен. Если будут делать нормальное сопротивление, то будут бить сильно. А если же в первом раунде он сляжет, то ну что поделать. Посмотрев этот бой, для себя решите, нужно ли делать бой Акимбо против Данила Степанова. Данил Степанов что-то показал бою, меня даже чуть-чуть удивил. Посмотрим, сможешь ли удивить нас Акимбо. Сегодня буду драться за всех анимешников. Меня зовут Максим, известный как Акимбо. Я чемпион мира по армрестлингу, многократный чемпион кубков России, кубков мира, чемпионата России, первенства России, многократный чемпион ХМАУ, УРФО. И на протяжении шести лет нахожусь в сборной России. Сегодня я пришел подраться с Томаевым. Мне интересен этот бой из-за подписчиков. Они жаждут этого, хотят. Сотни сообщений в Директ, в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе мне все время пишут. Так что, я думаю, все этого хотят. И я тоже хочу попробовать свои силы. По поводу его навыков, я посмотрел его борьбу. Особо ничем не удивил. Да, он силен. Если бы он занимался борьбой, либо там, не знаю, ММЭ, то я думаю, у него неплохо получалось бы, потому что хороший рост, длинные руки, все то, что нужно для боев. Ну, также физическая форма. Но, как мы увидели, опыта в борьбе у него ноль. Душить, конечно, он смог, но и то неправильно. Если бы он правильно душил, то еще было бы нормально. То есть, не вижу никаких для себя опасений проиграть. Но в бою, может быть, может произойти все, что угодно. Поэтому бой покажет, что произойдет. Постараюсь красиво все закончить. Плюсы Томаева – это его вес, опыт. Все же он уже проводил множество боев. Но его плохие стороны – это его лишний вес. Слишком быстро сдыхает дыхалка. Вот. И колхозка. Как колхозник. Видел бои Томаева. На технике явно нужно поработать, потому что все удары летят мимо. Это очень плохо. Акима говорит, что я косой, но сегодня я постараюсь быть более точечным. Да, с ним соглашусь по поводу того, что моя форма. Я давно не тренируюсь. И давно это забросил, потому что времени нет. Да и, честно сказать, в последнее время, больше как полгода, у меня непонятность с организмом. Постоянно болею. Да и сейчас у меня температура 37,2. Одно ухо болит. Короче, я весь такой инвалид. Стараюсь для вас работать. Стараюсь делать для вас контент. Надеюсь, вы меня поддержите. Поставите лайк на этот ролик, подпишитесь и напишите комментарии. Для меня это большая поддержка, а для вас это пару секунд. Все. Вам приятного просмотра. Сейчас я нахожусь в неплохой форме. Я готовился три недели. Борьба, ударка. Томаев сейчас выглядит явно не в лучшей форме. Как будто перестал наконец-то жрать химию. Поэтому, Томаев, возьми себя в руки уже. Приведи себя в форму. Пожалуйста. Ребят, как вы видите, форма у меня очень плохая. Не знаю, видели ли вы меня в такой, ну, худшей своей форме. Я не тренируюсь, наверное, уже больше полгода. Это связано с тем, что, как я повторюсь, ну, после того, как я переболел короной, у меня очень сильно, ну, у меня слаб. И когда начинаю тренироваться, не знаю, что-то у меня. Температура сама повышается. Вот. И на скором времени, я надеюсь, я приду в себя, я начну тренироваться, сделаю хорошую фигуру. Цель вообще сделать килограмм 90-95 сухую форму, потому что у меня наконец-то появился пресс, как свои в 14 лет. Но, как видите, меня сейчас худче своей формы. Вот. Но, как сказать, я думаю, это вопрос времени. Думаю, за полтора месяца я проведу себя в хорошую, отличную форму. В 10 лет я занимался кикбоксингом, но это было настолько давно. Я все время выносил либо проигрывал просто из-за бешенства. Просто бежал и головой снесел. По факту, это мой первый бой. Я думал, так серьезно, мне первого тего не надо. Я бить тебя сильно не буду. Не волнуйся, мадрад же есть? Нет. Нету? Это просто непривычно. По поводу чего, по поводу боев? Ну да. Ничего, мне первую и так замажут. А по поводу, если когда было соревнование по рамбрестики, ты волнуешься? Там настрой. Настрой, да, а тут чего? Тут непривычность, незнание. Непривычность в чем выражается? Во всем. Во страх? Ну, легкий страх, наверное. Страх, ты боишься меня либо чего? И попробовать бой, в клетке драться, получить удары по голове, по лицу? Получить по лицу. Да? Да. На улице обычно когда дерешься, типа... На улице дрался когда-нибудь? Да. Я обычно использую какие-нибудь вещи. Биту взял, лом. Серьезно? Обжелезку. То есть руками, ногами, борьбой никак, да? Нет, так просто быстрее было. Ко мне в основном прицеплялись, когда что-то было рядом. И ты реально бил битой? Ну да. После этого не был никаких последствий, что там сажали в тюрьму, либо какие-то проблемы? Ну, если ты был в тюрьме... Нет, там просто такие начинают драться, грубо говоря. Толпой, да? Челябинцы, дагестанцы, типа... Которые на полицию поймут. Я просто им говорю, типа, если... А то есть конфликт с теми ребятами, которые никогда не будут писать заявление, да? Да. Я просто говорю, типа, если я выиграю, то, типа, ничего не будет. Если я проиграю, то вам лучше меня убить, потому что все равно заяву напишу. Ты заяву напишешь? Да. Почему? Ну, типа, они ко мне прислали. Я законопослушный гражданин. Ну, заявление в каком случае ты напишешь? Если тебя сильно побьют, либо там пару лечей тебе тут, там, оставят синяк на глазу. В таком случае тоже напишешь заявление, да? Да. Ну, понятно. Ну, хотя, не знаю. Ну, типа... Если просто так докопались, то тогда еще можно подумать, да? Не, по факту ко мне никогда не докапывались. Ну, хотя, с такой формой я подумал бы, что ты вообще мастер спорта по всем видам спорта. Тебе спрашивают, принимаешь ли ты фармакологию или нет? Да, спрашивают. Мне почему-то нравится, что ты по-любому что-то пьешь. Нет, допинга нет. Только чуть-чуть креатин и витамины. То есть смотри, любой человек, любой подросток, 18 лет, если будет стабильно заниматься, сможешь иметь такую форму? Можно лучше иметь. У меня в основном такая форма, она слабая. Ну, типа... Этого легко добиться. А силовые у меня сильнее. Вот силовые сложно будет добиться. А, то есть у тебя больше превосходство в силовых, да? Да. Или чем в форме. Не знаю, лет 18, что иметь руки под... Не знаю, сколько там, 45, может быть, 44. Это мать. Да, бля. Да, бля. Да, бля. Можешь представить, что это кимба. Примерно я ожидаю, что будет проходить так. Я даже не знаю, что он покажет. Да, руки сильные, да? Можно нести хорошие пару ударов крепкие, да? Которые могут меня отправить в нокаут, потому что сейчас состояние не особо-то прям хорошее. Все может произойти. Если он меня отправит в нокаут, это будет для меня мотивация начать, в конце концов, начать тренировки. Но я не думаю, что такое я увижу. Мне кажется, что у него бешеный мандраж, что он даже боится просто зайти в клетку. По нему вижу, что он быстрее хочет домой. И мне кажется, что он даже пожалел, что согласился сегодня провести со мной бой. Ты мандраж чувствовал, Кимба, да? Да. Ты что? У меня такая интересная работа, я всегда чувствую. Ты чувствуешь, да, кто волнуется? А как ты чувствуешь, к примеру? Ну, вот, не знаю, по рукам, у многих потливость увеличивается. У меня такая фигня бывает, когда я начинаю волноваться, и я начинаю одевать. Почему это интересно? Это нормально, это у всех. Как раз то, про что Леха говорил, вот про этот адреналин, про волнение. Недаром же говорят, что если ты его не оседлаешь, этот адреналин, он тебя сожгет. То есть, вот эта вот борьба как раз с этим волнением. Если ты его не оседлаешь, а когда ты его оседлаешь, оно тебе поможет. То есть, ну, нормально будет все. Если нет, то оно тебя сжигает просто. То, что делает Асхаб, на самом деле, я, в принципе, приветствую. Потому что, еще раз, я уже говорил не раз, но говорю еще раз, что чем вот это говорить, обсирать друг друга и так далее. Все вот эта грязь, которая... Лучше приходить сюда, в любой зал, там, да, где... И решать эти вопросы, во-первых, в клетке, в ринге, там, неважно. Во-вторых, просто показывать себя и показывать пример молодежи, которые сейчас смотрят все это вот YouTube, вот эти вот все проекты. И, на самом деле, это будет очень круто. Я считаю, что это круто сейчас заходит. Потому что слышишь все больше и больше от молодежи, что надо пойти заниматься. Надо, там, пойдем побоксируем, там, пойдем поборемся, что-то. То есть, на самом деле, я считаю, что это очень круто. Это говорит о том, что подает пример. То есть, ребят, не надо махать кулаками, там, где-то на улице еще что-то. Пойдемте позанимаемся в зале, станем от этого лучше, как минимум, как максимум. Вовлечитесь в спорт, будет от этого еще больше пользы. И кто-то, может быть, наоборот, шагнет дальше и сделает свое какое-то будущее. Все правила знаем, работаем по ММА. Три раунда, по две минуты. Пожали руки. По углам. Готов? Бой! Поехали! Пальцы в кулак только же сожми. Бой! Львых! Майкли Голи. Бой! Бой мне. Пободаempо Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, это жесткий контент, я не могу укладывать на YouTube канал, поэтому продолжение будет по ссылке в описании. Переходи, покупай за рубль и смотри, там реальная жесть. Продолжение следует... Продолжение следует... Тайм... Чуть увереннее... Ничего страшного, это бывает, он в левшу встал, поэтому... А, они нормально... Нет, ты встал в левшу... А я встал? Да... Это зачастую бывает, такая ерунда... Руки на голове, держи самое главное... Готов? На... Бой! Руки, руки подними... Работаем, все, работаем... Работаем! 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 Субтитры делал DimaTorzok Стоп, что такое? Травма, рука, что случилось? Пальчик на ноге? Продолжать сможешь, вставай. Поработай, раз пришел уже, поработай. Да нет, ушиб не больше. Ты готов? Бой! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если не будешь бояться, ты четко погнаешь. Третий раунд. Бой! Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok